Доброе утро! Не удивляйтесь, действительно, почему-то склонения числительных доставляют русскому человеку неудобства. Начиная с того, что числительные состоят из двух частей, ну, например, 300, то есть 300, или 500, 500. При склонении нужно не забывать, что обе эти части склоняются. Давайте быстренько пробежимся по падежам. Возьмем 300 и 500, 600, 700, 800, 900. Они склоняются одинаково. Итак, именительные. 300, 500. Родительные. Не от кого чего. 300, 500. Дательные. Кому чему. 300, 500. Творительные. Горжусь кем, чем. 300, 500. Ну, наконец, предложенные. О ком, о чем. О 300, о 500. Алифтин Николаевна, если внимательно посмотреть на наш числовой ряд, то можно заметить некоторые незакономерные вещи. Например, идет десяток. 20, потом 30, а потом вдруг 40. Не похоже на рядом стоящие десятки. Почему? Ну, не как все. Дело в том, что в мешок, который назывался сорок, от него образовано слово сорочка, входило четыре десятка шкур. И по известному в русском языке закону метонимии мешок, в который входит четыре десятка шкур, назывался сорок. Значит, и это количество, которое туда помещалось, называлось сорок. С этим все просто. А вот у нас есть слово «високосмом». Оно никакого отношения не имеет ни к виску, ни к кости. А к чему же тогда оно имеет отношение? Мы знаем, что раз в четыре года набегает лишний день. Этот день нужно куда-то было вставлять. Но у нас сейчас это 29 февраля. А греки вставляли его не в конец 28-го, а между 24-м и 23-м февраля. У них проживался день 23 февраля два раза. И этот день назывался дважды шестой. То есть двойной секс шестой. Дважды шестой получился бисокосный в русском произношении. Вот так в слове «високосный» спрятано то же число. Конечно, не русское. А в другом случае спрятано русское число. И это слово «стреножить». Я думаю, вы все знаете значение этого слова. Это значит помешать ходить, кого-то связать. Причем связать ноги. Оказывается, когда коня стреножили, то ему захлёстывали три ноги. Две передних, одну задную. Получалось «треножить». То есть три ноги связать. Поэтому в глаголе «стреножить» тоже живет числительное. Алифтин Николаевна, вот живем в 21 веке, а как склонять наши 2000-е годы? Путаемся. Давайте разберемся. Вы видите, какая разница у числительного «два». То есть когда мы его произносим в сочетании со словом «двухтысячный», мы «два» склоняем. Двухтысячный год. А потом, когда мы его вставляем в название более сложных 2000-х годов, то есть 2001-го, 2002-го и так далее, то склонение этого числительное уже другое. Поэтому никогда не путайте 2000-й год и 2000-й какой-то год.